11.06 в Кирове, сегодня среда, в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько, и это разворот на бизнес. Партнер программы разворот на бизнес, Кировский завод Сельмаш. — Да, действительно, это разворот на бизнес. У нас сегодня новая тема. Я бы сказала, что мы открываем линейку таких, рубрику такую в нашей программе разворот на бизнес. Нерайонный масштаб, как бизнес участвует в жизни муниципальных образований и чего ждет от власти. И начинаем мы сегодня с Суржумского района. Это твоя идея, кстати, Олег. — Это моя была идея. Основание очень простое. Если районы, которые приближены к Кирову, они все-таки развивают свой бизнес, направленный на потребление большого города, практически мегаполиса, то Суржум отдален. И в этой связи должен развиваться за счет собственных каких-то новых идей, ресурсов и так далее. И, кроме того, в Суржуме есть... Ну, это не проблема. Это в каком-то ключе преимущество. Есть градообразующие, можно сказать, предприятия с точки зрения получения доходов, акцизов. Это уржумский СВЗ. И дай бог, чтобы он работал дальше, больше и выходил на новые рынки. — Третий по величине налогоплательщиков в регионе. — Вот всегда стоит вопрос диверсификации, чтобы не зависеть только от одного крупного бизнеса, чтобы развивался малый бизнес, для того, чтобы была и самозанятость, для того, чтобы были поступления доходов в бюджет и от сферы услуг, и от сферы лесопереработки, сельское хозяйство. Вот в этой связи уржумский район, он такой, ну, интересный. Скажем так, интересный. Поэтому мы взяли и пригласили сегодня главу уржумского района Виктора Силина. Виктор Васильевич, добрый день. — Добрый день, Илья. — Генерального директора уржум-молоко Анатолия Домнина. — Добрый день. — И Сергея Николаевича Филимонова, директора уродник. — Добрый день. — И, естественно, мы не могли не пригласить генерального директора уржумского СВЗ Юрия Игоревича Терешкова. — Здравствуйте. — Добрый день. Но вот по уржумскому СВЗ, я думаю, что более подробно мы будем говорить уже во второй части. Как раз там есть несколько поводов, да, Светлана, в том числе 185-летие завода, в том числе какие-то новые вещи с точки зрения маркетинга, с точки зрения рынков. Поэтому это мы отложим немножко на потом. А пока хотим сосредоточиться как раз по муниципальному образованию, чем живет, чем дышит, как развивает бизнес. — Но на потом это значит во втором часе, после 12. Не совсем уж на потом. Это очень важно. Мы, кстати говоря, Олег, мы когда это планировали, я поняла, что мы очень давно не брали отрасль. Вот после того, как, собственно говоря, в России, ну это было достаточное количество времени назад, отрасль производства, да, спиртоводочного, она как-то очень сильно изменилась, сократилась. — Она изжалась. — Сильно изжалась. — Количество игроков было в Кировской области 4, остался 1. — Да, мы большого эфира не делали, я об этом подумала. Так что мне кажется, что мы начнем как раз вот этой темой и анализ отрасли, а потом сделаем один большой эфир, где поговорим еще более подробно. Итак, у нас в первом часе общий взгляд на Уржумский район. — Все верно. — Во втором часе пристальное внимание к Уржумскому СВЗ. Итак, поехали. — Для затравки одну цифру дам всего. Дело в том, что есть одна из задач, которую ставит перед собой, и это зафиксировано в программе развития малого и среднего бизнеса у Уржумского района. В Уржумском районе вообще программный метод, он очень развит, когда не просто выделяются деньги на какие-то отдельные мероприятия, есть программа четкая, с целями, с задачами, которые ставит перед собой район. Так вот, задача, одна из задач этой программы — увеличить число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения до 280 единиц к 2020 году. Надо сказать, что последние выборки, а есть за 10 и за 15 год в Кировстате, они показывают, что пока эта цифра меньше. То есть, если в 2010 году было 261,3 субъектов малого предпринимательства, малого и среднего на 10 тысяч населения, а в 2015 году — 217,3, какова ситуация сейчас? Я думаю, что Виктор Васильевич нам расскажет, и насколько удается в рамках этой программы выстраивать свою стратегию развития и взаимоотношения с бизнесом. Да, действительно, значит, особенность экономики района в том, что район носит много профильный характер, безусловно. Базовой отраслью является сельское хозяйство, есть переработка, на которую мы сейчас обращаем очень серьезное внимание. Ну и особенностью экономики является то, что есть градообразующие предприятия. Очень хорошо, если градообразующие предприятия успешно работают. Безусловно, это большой плюс для района нашего. Тем более, когда еще были приняты на уровне нашего законодательного собрания нормативные акты по инициативе нашего депутата ЗАГС Собрания Олега Юрьевича Березина. Юрий Игоревич Терешков поддержал, тоже депутат ЗАГС Собрания, когда в начале 5% акцизов, а потом 3% акцизов получал бюджет Уржомского муниципального района. Из той части, которая шла в бюджет области. Для нас по последнему году это 50 миллионов рублей. Вы сами понимаете, они не предусмотрены, у нас были бюджетом, бюджетом были предусмотрены, только плановая цифра, которую нам дает ЦВЗ по производству. У вас хорошие лоббисты, я смотрю, да, в ВЗС. Нет, это в хорошем смысле. Должны лоббировать интересы. Ну это глубокие патриоты, я бы сказал. Глубокие патриоты области и глубокие патриоты нашего, безусловно, нашего района. Поэтому, значит, но в любом случае ситуация может поменяться, понимаете, да. И у нас были такие времена, когда объемы падали, и причем падали очень существенно. Безусловно, для нас это было очень-очень тоже плохо. Но приоритетным направлением вот этой программы, безусловно, является принятие мер по диверсификации экономики. Нам важно, чтобы зависимость экономики района от градообразующего предприятия, она снижалась. У нас есть примеры в Кировской области, когда при том, когда плохо шли дела у градообразующего предприятия, город практически вымирал. Да, вот сейчас пытаются и в том числе федеральные власти, и региональные власти поднимать эти города. Специальные программы есть по моногородам. Вспомним Белую Холуницу, вспомним Лузу. В какой проблеме оказались районы, когда возникли из градообразующих предприятий серьезные экономические трудности, практически крах? И сколько средств, времени и денег было потрачено и тратиться сейчас на то, чтобы вытащить этот район, потому что зависимость очень большая? У Ржума, если это и коснулось, то в короткий промежуток времени. Да, совершенно правильно. Вот поэтому мы рассматриваем поддержку и развитие малого бизнеса, как один из рычагов снижения зависимости экономики района от градообразующего предприятия. Поэтому для нас это принципиально важно. И мы здесь выстраиваем отношения по поддержке малого бизнеса через разные инструменты, безусловно. Это и организационный момент, это совет по поддержке предпринимательства, в частности, Анатолий Борисович, у нас здесь, который присутствует, является председателем данного совета. Уржум молоко представляет. Да, 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 совершенно правильно. Далее, значит, здесь мы обсуждаем все проекты нормативных документов. Кстати, вот если взять налог, един налог на вмененный доход, там есть корректирующий коэффициент, который начал подтверждаться на заседании представительного органа. Мы с 2014 года не меняли этот корректирующий коэффициент, не повышали. Более того, в 2015 году мы даже понизили этот корректирующий коэффициент с целью поддержки торговых точек, которые находятся на сельской территории. Виктор Васильевич, дало ли это результат с точки зрения увеличения желающих заниматься бизнесом? Безусловно. Вот то, что вы сказали, к сожалению, да, те цифры, которые мы сегодня определили в программе поддержки малого и среднего предпринимательства, пока, значит, не достигнуты. Но я думаю, если судить по 2018 году, мы наблюдаем положительную динамику уже, мы наблюдаем увеличение, значит, людей, которые занимаются бизнесом. Просто поясню, ведь сокращение коэффициента – это определенный объем выпадающих доходов, тех доходов, которые район мог бы получать от бизнеса, но не получает на текущие расходы. Но это делается с понятной целью. Если будет развиваться бизнес за счет этого, то в будущем, стратегически, наверное, увеличение доходов должно вырасти. Совершенно правильно. Ну и вот следующим рычагом у нас является – это создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Это работа муниципального фонда, предоставление микрозаймов. В прошлом году мы порядка 40 миллионов рублей предоставили, в этом году порядка уже 17,5 миллионов рублей предоставили на льготных условиях. Там льготные проценты. И здесь роль муниципального фонда крайне велика. Причем мы муниципальному фонду более, кроме выделения финансовых средств в бюджете района на реализацию данной программы, мы предоставляем безвозмездное пользование площади бизнес-инкубатора муниципального фонда. И муниципальный фонд за счет этого, за счет предоставления этих площадей бизнесу, предпринимателям получат определенные доходы, которые также направляются потом в общий портфель для предоставления микрозаймов субъекта малого предпринимательства. Я тоже поясню. Был и есть областной фонд поддержки предпринимательства, и он выделял деньги дочерним структурам в районах. Так вот, в Уржуме ситуация несколько иная. Фонд свой. Это бюджет чисто районный, грубо говоря, бюджет этого фонда. И распоряжается, вот как был в Слободском в свое время создан общественный банк, первый банк в России, не упомянуть о своем районе, не могу. Он был создан из паев предпринимателей, и деньги расходовались на инфраструктурные проекты города. Так и здесь предприниматели сложились, бюджет вложился, и этот фонд тратится как раз на нужды, текущие нужды на, не знаю, пополнение оборотки, на новые какие-то проекты предпринимателей района. Каждый может обратиться и получить определенную сумму под небольшие проценты на определенный срок. Можно еще, может, я вставлю. Поближе к себе микрофон. Я для этого вам дала наушники. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, это Сергей Филимонов, директор ООО «Родник». По муниципальным фондам, проблема-то есть такая у предпринимателей, допустим, предпринимателей, есть идея. К себе микрофон, пожалуйста. Предпринимателю есть идея. Ему подают в идею, нужны деньги, допустим. Ему деньги нужны сегодня, сейчас. Завтра, может быть, уже не нужны эти деньги. И фонд дает именно такую возможность, оперативное получение этих денежных средств. А надо будет для этого членом фонда? И внести в свое время какую-то сумму или не обязательно? Нет, нет, абсолютно не надо. Мы прервемся сейчас на полминуты, продолжим разговор с нашими гостями из Уржума. Я напоминаю, что в программе «Разворот на бизнес» мы сейчас пойдем вот так вот по районам и будем освещать ситуацию с развитием бизнеса в районах. Она не везде такая, не могу сказать, блестящая, хотя, может быть, в конце сделаем такой вот, но такая интересная и имеет позитивную тенденцию, как в Уржуме. Отслеживаем сегодня Уржум. Это «Разворот на бизнес» в студии Светлана Занько и Олег Прохоренко. Нерайонный масштаб. Как бизнес участвует в жизни муниципальных образований? Чего ждет от власти? Мы сейчас встречаемся с нашими гостями из Уржума. Виктор Силин, глава Уржумского района. У нас в студии Анатолий Домнин, генеральный директор Уржум-Молоко. Сергей Филимонов, директор ООО «Родник», депутат Уржумской районной думы. Юрий Терешков, генеральный директор УСВЗ, депутат УЗС. Я бы хотела сейчас как раз у вас спросить, Юрий Игоревич, в общих чертах ваш вывод? Вы, как депутат УЗС, знаете ситуацию, я уверена, что, конечно, и наши другие гости знают, но вы, как депутат УЗС, можете нам сказать, ситуация в Уржумском районе отличается от ситуации в других районах по отношению власти и бизнеса, и по развитию бизнеса, или нет? Все типично. Ну, мне, наверное, тяжело говорить все-таки о всех районах в области, но мы, в частности, являемся депутатами и других районов. И что я вижу, это все равно власть так или иначе в лице главы района, она все равно заинтересована напрямую в развитии бизнеса на территории. Сегодня мы видим ситуацию, что других источников выполнения бюджета практически в районах нет. И так или иначе власти вынуждены этим заниматься, какой бы район ни был. Просто где-то это развито больше, где-то развито меньше, но все равно интерес к бизнесу, он есть везде. Человеческий фактор, вот вы сказали, глава района, играет большую роль? Обязательно, практически ключевую. Глава района, он должен зажигать, он должен собирать предпринимателей, он должен давать какие-то установки, контролировать весь процесс этой работы. Но в Уржумском районе я могу сказать, что эта работа, она выстроена, она проводится в постоянном рабочем режиме. Вот Виктор Васильевич уже сказал про Совет по развитию предпринимательства. Как часто он собирается? Как часто? Сергей Николаевич. И только ли нормативные документы обсуждаете? Или какие-то вопросы еще связанные с текущим положением? Совет при главе района собирается по мере необходимости, так скажем. Но это раз в месяц, раз в квартал, раз в год? Ну, я думаю, что так раз в квартал-то получается. Необходимость обозначить ее, например? Необходимость, какие-то вопросы возникают, связанные с этим же. Были какие-то интересные проекты обсудить среди предпринимателей, получить какие-то, может быть, советы среди коллег, которые тут тоже присутствуют. Это важно. Ну и вопросы, которые возникают у предпринимателей к власти, потому что предпринимательством занимаются разные эти предприниматели с разным объемом. Кто-то поуспешнее, кто-то менее успешнее. Поэтому вот это такое звено, которое соединяет администрацию и предприниматели. А фонд отчитывается перед советом, перед самими предпринимателями? Как отработал? Ну, я думаю, площадки такие бывают, и мы такие отчеты делаем. Отчитываемся, когда есть возможность собирать предпринимателей побольше. Ну и не только фонд отчитывается на совете по поддержке предпринимательства. И отчитываются специалисты администрации, которые курируют данное направление. Обязательно. Организация конкурсного движения. Все документы, все проекты, которые готовят наши предприниматели для участия в областном конкурсе, они все рассматриваются на совете. Поэтому здесь в ходе обсуждения, конечно, интересные мысли, интересные соображения, предложения возникают по этому, которые нам очень-очень важны для дальнейшей работы. Да, Виктор Васильевич, сейчас был Виктор Силин, глава Ружомского района Кировской области. Когда мы говорим о развитии бизнеса и о доступе к власти, что называется, доступе к телу, да, есть ли какая-то градация, кто ходит в совет, в зависимости от того, насколько крупный бизнес, в зависимости от направления деятельности, может быть, от бизнес-истории, чем человек занимался раньше? Ну, я бы сказал, такой четкой какой-то градации абсолютно нет. Мы видим ребят, мы видим предпринимателей, которые заинтересованы в решении вопросов местного значения, которые занимают активную жизненную позицию, и нам важно, в первую очередь, нам важно их мнение. И мы их привлекаем, значит, на заседание совета. Но надо сказать, что все заседания совета открыты, абсолютно все. Мы приглашаем на заседание и других предпринимателей, кто не является членом совета, потому что нам важно и их мнение при решении, особенно при принятии управленческих решений на уровне главы района, на уровне администрации района. Это принципиально важно. Вот тот же самый корректирующий коэффициент К2. Это были бурные дебаты. У нас, значит, наши доходники, финансисты говорят, зачем нам уменьшать коэффициент К2. Но предприниматели нас все-таки убедили в том, что мы похороним бизнес, понимаете, в сельской местности. То есть мы не только не получим вот этот налог, единый налог на обмененный доход, значит, не только мы не получим, но мы вообще еще уменьшим. Все-таки скажите мне, уточните, и может быть, я упустила. Вот это решение принято локально в Уржумском районе, или оно-то транспорировалось на весь регион? Это полномочия муниципалитетов. Это полномочия муниципалитетов. И каждый муниципалитет сам на своем уровне принимает, готовит проекты решений для представительного органа. А решения принимает представительный орган муниципального образования. А вообще много таких есть рычагов, где именно муниципалитет может влиять на налоговую политику? Да нет, практически. Единственное, что мы сегодня можем принять решение на уровне представительного органа по патентной системе, по видам деятельности для патента. Это тоже. Мы не ограничиваем. То есть дополнить статью налогового кодекса или по размеру патента, который заплатят? Нет, но налоговый кодекс нам предполагает, дает нам ориентирует, понимаете, перечень, да? А мы можем где-то в рамках этого перечня, там уже принимать какие-то решения определенные. Вот, значит, ну и вот и по единому налогу на умененный доход. Ну и кроме того, у нас на сегодняшний день есть свои налоги, которые идут в бюджет муниципалитетов. Бюджеты поселения идут сегодня, имущественные налоги, налог на имущество, налог на землю. Дальше, вот с 1 января 2019 года единый налог на умененный доход пойдет, значит, в бюджет муниципалитетов. Это тоже в качестве одного из источников будет. Поэтому здесь тоже можно принять какие-то определенные решения. Но, коллеги, здесь мы твердо можем сказать, что, учитывая сложную финансовую обстановку на сегодняшний день, не только на федеральном уровне, на региональном уровне, на и на муниципальном уровне, особо мы не идем по пути представления льгот. У нас надо искать другие рычаги. Вот какой рычаг у нас еще есть, мы пытаемся использовать максимально. Это привлечение средств. Все-таки, все равно, нам очень важно, чтобы бизнес развивался. Нам очень важно, чтобы у предпринимателей была работа, была возможность участия в торгах, для того, чтобы, значит, ну, как-то заниматься работой и влиять на экономику. Вот поэтому здесь мы используем разные рычаги и участвуем в программах. Ну, во многих мы участвуем в 11 программах, федеральных и региональных, которые финансируются. Пытаемся привлекать деньги и через программы. Дальше мы очень, значит, ну, а здесь, ну, например, дорожное строительство. Мы уже 6 лет подряд строим дороги за счет федеральных денег, поэтому это тоже вот одна из возможностей, значит, предоставить, значит, определенные объемы для бизнеса на конкурсной основе. Ну, и плюс инфраструктура развивается благодаря этому. Безусловно, совершенно правильно. Давайте передадим слово бизнесу. Мы еще про инвестиции поговорим и по привлечению средств поговорим после большого перерыва. Когда мы разговариваем с бизнесменами, вот позицию можно бизнес разделить четко на две противоположные точки зрения. Одни говорят, главное, пусть не мешает власть. Вот не надо. Мы сами все разовьем, сами все вложим, пусть не мешает раз и пусть не меняет правила игры хотя бы какое-то более-менее длительное время. Другие занимают противоположную сторону, и они говорят, что развивать бизнес можно только в плотном взаимодействии с властью, нам нужны программы, нам нужны льготы, нам нужно финансирование, лоббирование и прочее, прочее, прочее. Я вот хочу спросить у наших гостей, сейчас обращаюсь к Анатолию Борисовичу и к Сергею Николаевичу, Юрий Игоревич может поучаствовать. В какой точке зрения придерживаетесь вы? Ну, наверное, в развитии бизнеса власть должна принимать участие. Вот то, что Виктор Васильевич сказал, и в плане налогов, которые есть такая возможность. Вот он же говорил, что коэффициент К1, который влияет на развитие бизнеса, особенно те предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения. В связи с этим, мне так, пользуясь площадкой, хотелось бы сказать, что к 2021 году намерены спецрежим по налогу отменить и перевести на общую систему налогообложения. Это, конечно, существенно подорвёт возможности ведения бизнеса, предпринимательства. Вот в нашей среде, когда объёмы небольшие, мы попадаем на общую систему налогообложения. Это что значит? И НДС, налог на прибыль, налог на имущество. И это вот, я даже сам по своему предприятию прикидывал, это уже не подъёмно. Не только с точки зрения увеличения налога, но ещё и с точки зрения отчётности, наверное. Да, ну и отчётность. Усложняется сама система. Да, самое главное, вот это финансовый такой источник, он будет очень тяжело. Вот этот спецрежим существенно, я думаю, дал возможность, ну, как-то устоять и немножко развиваться, так скажем. Вы этот вопрос обсуждаете? Ну, обсуждаем, но вот я использую сегодня площадку с тем, чтобы она как-то была услышана. Для тех, кто будет принимать данное решение, время ещё есть. Ну, и для развития предпринимательства нужны знания, желания и финансы. Финансов иногда не хватает. Привлечение финансовых ресурсов, который Виктор Васильевич говорит, через фонд тоже замечательно. Я поддерживаю Сергея Николаевича, который поддерживал, что фонд сохранить надо, поскольку он финансирует. И мы вот обращались оперативно, быстро, зная конкретного заёмщика, его историю и кредитную, и, так сказать, возможность всё отдавать. Ну, и вот участие власти несколько лет была такая грантовая поддержка предпринимателей, что очень важно, когда молодые предприниматели только начинали свою деятельность, выходили с каким-то бизнес-проектом, обучались, защищались и получали финансовые ресурсы для становления. Пусть они небольшие, но в целом, по району, они позволяли устоять некоторым предпринимателям. Вот мне известно, который в комиссии был, когда мы рассматривали эти гранты. И сейчас я наблюдаю, что большинство предпринимателей, получившие эти гранты, устояли на рынке. Развиваются, пусть не так стремительно, как мы хотели, но они работают, не сократились, рабочие места сохранили и так далее. Вот я думаю, что участие, а это мы без власти не сможем делать. Вот это говорит о том, что власть не должна быть безучастна, что ли. А то, что не мешать, и нам не мешают, а всячески помогают, особенно Виктор Васильевич, и так вот у нас он всегда в теме. Это важно, чтобы глава района был в теме. А он трубку берет, когда вы набираете? Ну, я так вот уже часто не докучаю своими вопросами. Если уж когда-то есть, то у нас есть площадки и личные встречи, часто бываем, и на заседаниях районной думы депутатам, которые я являюсь, тоже интересно. И всегда у нас там есть после думы Виктор Васильевич информирует о ситуации депутатов и приглашенных, как развиваться, какие проблемы. Доступны в теме. Это очень хорошо. Давайте передадим слово вашим коллеге. Это был Анатолий Думнин, генеральный директор «Ружу молоко», Сергей Николаевич Филимонов, директор «Родник». К себе поближе, пожалуйста, микрофон, Сергей Николаевич. Я считаю, безусловно, важно взаимодействие бизнеса и власти, потому что мы, в общем-то, все живем в одном обществе, у нас все завязаны на одном. И мы являемся, по сути, двумя сторонами одного процесса. Мы обе стороны этого процесса хотим, чтобы росло благосостояние наших жителей. Это все понятно. Давайте конкретно. Вот все-таки с властью должно быть плотное взаимодействие или чтобы не мешали? С вашей стороны. Бизнес тоже разный бывает. Плотное взаимодействие, чтобы мы развивались и всегда угласно помогало в нашем развитии. В микрофон, пожалуйста. И мы, соответственно, будем всегда находить возможности для того, чтобы помочь. Все. Это пожелание услышали. Я думаю, что Сирин постоянно его слышит и, наверное, на него реагирует. На самом деле, к нашим гостям, именно к предпринимателям ржунским, часто бывает так, что игра идет в одни ворота. То есть власть говорит, нам нужно сделать пешеходную зону. Или нам нужно поучаствовать в ППМИ. Подключайтесь, иначе будем выкручивать руки. Это уже история про то, как бизнес участвует в жизни муниципального образования. Нужно повышать минимальный уровень зарплаты для того, чтобы бюджет получал НДФЛ. А сейчас нужно принимать на работу людей предпенсионного возраста. Насколько вот такие вопросы часто возникают, когда именно власть обращается не с требованием, но с просьбой к предпринимателям помочь. А давайте начнем с Уржунского СВЗ. Вот к крупному бизнесу очень часто обращаются все. Не только власть, но вообще все. Я знаю, что в очередь стоят, просят, помогите здесь, помогите там. Но мы сейчас говорим конкретно о жизни муниципалитета и района. Часто ли к вам обращаетесь? Как вы на это реагируете? Подробно, если есть такая программа, во втором часе? Ну, что здесь можно сказать? Конечно, мы постоянно взаимодействуем и с властью, и с населением, и через свои приемные общественные, которые у нас работают в Уржуме. То есть мы постоянно в курсе всех проблем. Мы участвуем практически во всех вот этих мероприятиях, в том числе и в ППМИ, практически в каждом поселении. Мы прекрасно понимаем, с одной стороны, да, это развитие района, но ведь есть и другая сторона. Это интересно и нам, как бизнесу. Ведь кроме завода у нас есть сельхозпредприятия, где живут люди, которые трудятся на этой земле. И, конечно, если не будет развиваться инфраструктура, если не будет поддерживать бизнес, то послезавтра кто будет работать на твоем предприятии, к чему придешь ты? У вас есть какой-то фонд или какой-то процент, который вы специально выделяете, вот на, например, благоустройство в городе? На участие в программах ППМИ и прочее. Или в поселениях, где живут ваши сотрудники? У нас есть определенный годовой фонд, который обговаривается с акционерами в рамках этого фонда предприятия работают. Во втором части об этом поподробнее. И сейчас мы прервемся на полторы минуты, и я спрошу бизнес, который не такой крупный, как Уржумский СВЗ, но, тем не менее, к нему точно, я знаю, обращаются, как вы на это реагируете после короткого перерыва. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Итак, не районный масштаб, как бизнес участвует в жизни муниципальных образований, чего ждет от власти и чего власть ждет от бизнеса. Мы разговариваем с нашими гостями Виктор Силин в нашей студии, глава Уржумского района Кировской области, Анатолий Домнин, генеральный директор ООО «Уржумолоко», председатель Совета по развитию предпринимательства, при главе Уржумского муниципального района Сергей Филимонов, директор ООО «Родник», депутат районной думы Юрий Терешков, генеральный директор ОСВЗ, Уржумского спиртоводочного завода, депутат ОЗС. Мы видим, кстати говоря, судя даже по представлению, что бизнесмены активно участвуют и в общественной жизни, и в законодательной. Они все являются членами каких-нибудь советов, либо там каких-то дум, либо законодательных собрать. Вот что касается взаимодействия в отношении того, когда власть говорит «помогите нам, нам нужна дорога, нам нужен сквер, нам нужен детский сад, детскую площадку» и так далее. У нас вчера была программа, где мы подводили такие предварительные итоги, ну промежуточные итоги работы глав нашего муниципалитета Кировского. И там звучало одно мнение от одного из бизнесменов. Он сказал, что главным недостатком, который он отмечает в городе, это недостаточное как раз взаимодействие с бизнесом и потребительское отношение властей к бизнесу. Дайте нам, сделайте нам, а нас не слышат. Но это было одно мнение, да, оно разное. Я приводила пример другой, что вот мы видим плотные взаимоотношения, например, вот этого бизнеса, вот здесь мы вот видим, они наоборот говорят. Но плотные взаимоотношения всегда вопросы возникают. Да, возникают вопросы, и на что мне парировал бизнесмен и сказал, что хотим общие прозрачные правила, чтобы стандарты были приняты, озвучены, и все бы по ним работали. Вот этот вопрос всегда встает. Мы понимаем, что муниципалитетам любого уровня, даже вот Киров, да, который не сравнить все равно по бюджетам, да, он все время от бизнеса ожидает здесь взаимодействие, тут взаимодействие, там нужно помочь, здесь нужно помочь. В нашей сложной экономической ситуации в стране, которая длится и длится с 2008 года, потом 2014 год, потом еще и еще и еще, мы понимаем, что я просто удивлена, как бизнес до сих пор там выживает в этой ситуации. В этой ситуации постоянное изменение налоговых каких-то историй, там, повышение НДС и прочего, и прочего. Как вы реагируете и как вы производите там, да, как вы решение принимаете участвовать или не выучаствовать в каком-то проекте, который необходим муниципалитету? Давайте, наверное, с Сергеем Николаевичем начнем. Ну, как правило, как говорится, предстоящим удается, поэтому мы всегда идем на встречу властям за данные вопросы, потому что... Сергей Николаевич, настоящий политик. Давайте как бизнесмен с экономическими выкладками, да, то есть совершенно понятно, что нельзя, например, в любой момент времени откликнуться на все просьбы, не только ведь муниципалитет обращается. Как вы выбор делаете, в каких, ну, как переговоры ведете? Ну, смотри, как правило, у нас в основном упирается все в ППМИ, да? Это хорошо или плохо? Это хорошо, потому что ППМИ, это и для нас объем работы, мы тоже во многом завязаны ППМИ, соответственно, мы... Уже как подрядная организация. Да, 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 тут уже идет взаимовыгодное сотрудничество. Я хотела, чтобы вы сказали, чтобы понять, работает инструмент или нет. Инструмент, хотя, конечно же, недостатков масса, да, потому что, ну, куда деваться, как говорится. С такими бюджетами, как бы, привлечение населения, как бы, других методов нет, просто-напросто выполнение тех или иных задач по тому же населению. Я могу ремарку сказать, у нас реализовано 111 проектов поддержки местных инициатив на 117 миллионов рублей. Это с самого начала? Да, с самого начала. Из них 75 миллионов рублей мы привлекли средств из областного бюджета. И 16-17 миллионов рублей мы привлекли средств населения. Сергей Николаевич, вывод. ППМИ – рабочий инструмент. Через него понятно, как работать, да, в смысле благоустройства территорий. Да, хорошо. Анатолий Борисович. Я с этим, в принципе, согласен, потому что, ну, я не вижу других инструментов улучшения условий жизни наших граждан. Но нет других вариантов. Хотя, конечно, некоторые возражают и говорят о том, что в крупных городах ведь ходят по асфальту и за это ничего не проплачивают. Может быть, проплачивают на взвесной, по крайней мере, не собирают от населения денег. Ну, у нас вариантов можно сетовать и говорить о том, что можно предпринимать и делать. И дело в том, что, когда вот эта инициатива местная, то здесь уже и контроль за работой, то есть использование, в том числе и бюджетных денег, которые выделяются из разных уровней финансирования, они используются по существу, по делу. И население в этом заинтересовано. Или водопровод строит, или детскую площадку и так далее. Это, то есть, польза и рационально использования денежных средств бюджетных, и решение проблем, которые существуют. Вы в какой части участвуете? И на все ли предложения откликаетесь? Или есть вещи, которые говорите нет? Мы пока не можем помочь. Ну, исходим из своих финансовых возможностей. Насколько можно? Все, по-моему, они касаются вроде нас, поскольку у нас есть структурное подразделение в сельских поселениях. И там у них есть проблемы. Кому водопровод, кому подъездные пути, кому детскую площадку. Но исходим из того, насколько возможность есть, и стараемся помочь, потому что это наши граждане, наши люди. И хочется помочь, потому что вот, ну, какой-то там тысяча рублей, она привлекает из всех других уровней бюджета определенную сумму, получается уже что-то красивенькое. То есть, с тысячей ничего не сделаешь, а тут, может, так, 50 тысяч придет, уже что-то можно сделать. Если обращаются, то в любом случае помогаем. Находите способы. Нас остается три минуты до завершения этого часа эфира. Виктор Васильевич, они ваши. Вы хотели поговорить еще раз о привлечении инвестиций. Так, я еще раз хотел бы отметить одну позицию. Что для нас бизнес? Вот я уже сказал, роль градообразующего предприятия для экономики района значительно. И здесь большое спасибо за то, что грамотно ведут бизнес на этом большом предприятии. Ну, повезло вам все сказать. Ладно. И Юрий Игоревич. Второе. Бизнес для нас, ну, малый и средний бизнес, я имею в виду, да? Первое, это экономика. Судите сами, значит, из 5-3 миллиардов рублей общего оборота, значит, 33,5% это малый и средний бизнес. Дальше, из общего объема выпускаемой продукции, значит, 26% это малый бизнес. Это высокий показатель или это все-таки низковатый показатель? Ну, это учитывая то, что у нас градообразующие предприятия. Вместе с ФССР. Да, это все динамика положительная сейчас наблюдается. Ну, и число занятых на сегодняшний день здесь 26%. Виктор Васильевич, проблемы какие? Так, второе, вот бизнес-экономика, я сейчас скажу. Второе, значит, это социальные проекты, безусловно. Без них никак. Очень много социальных проектов. Третье, я бы сказал, участие в процессе управления муниципальным образованием. Судите сами, вот здесь оба представители бизнеса, оба депутата районной думы. А их у нас из 22 человек, 8. Представители бизнеса в депутатах. Да, 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 представители бизнеса в депутатах. Вот поэтому для нас тоже это очень важно. И здесь любое управленческое решение принимается только с участием представителей бизнеса. Это интересная история. Это так, товарищи бизнесмены? Совершенно верно. Ну, это вот, да. Ну и проблемы на сегодняшний день. Я уже сказал, очень хотелось бы, чтобы вернуться к выделению средств из бюджетов разных уровней для поддержки малого предпринимательства. Мы ежегодно получали деньги. В прошлом году 6 миллионов рублей, в позапрошлом году 17 миллионов рублей. Значит, это грантовская поддержка, это и поддержка субъектов малого предпринимательства по разным направлениям. Это очень существенно для нас, для вот таких маленьких территорий, безусловно. Ее вернуть нужно. Да. И, безусловно, я бы сказал, это развитие муниципальных фондов. Потому что, на мой взгляд, здесь парни абсолютно правильно отметили, сегодня на уровне муниципального фонда можно очень гибко выстроить отношения, понимаете, с бизнесом. И быстро, и своевременно. И быстро, и своевременно. Что очень важно для бизнеса, конечно. И здесь, не имея никаких личных интересов, безусловно, для нас важно поддержать нужный момент, вот как раз бизнес, для того, чтобы он развивался. Поэтому, я считаю, вот эти два момента хотелось бы, чтобы, конечно, как-то решались. Можно ли что-то решить на региональном уровне? Или все-таки федеральная повестка диктует свое депутатозы, сейчас обращаясь к Юрию Терешкову? Ну, какие-то вопросы можно и решать, и на региональном уровне. Здесь же есть областной фонд развития предпринимательства. Так что эти шаги предпринимаются. Но мы знаем, что многое зависит и от того, как в целом выглядит наш бюджет. Коллеги, вот недавно, ну как недавно, в начале года говорили ваши коллеги из Государственной Думы и представители Сената, что вот-вот решится вопрос о перераспределении денежных средств. То есть они начнут больше оставаться в регионах и меньше уходить в федеральный центр, чтобы регионы сами распределяли. Это для вас было бы серьезным подспорьем? Это правильное решение, как вы думаете, или нет? Я думаю, это абсолютно правильное решение. Назревшее. Да, назревшее решение. Здесь, конечно, я бы сказал, значит, что здесь очень активная позиция на сегодняшний день и у правительства области, да, которые пытаются сегодня решать, вопросы для того, чтобы прилечь деньги из федерального бюджета на поддержку малого бизнеса. Нет, но речь-то идет именно о перераспределении налоговых отчислений. Я понимаю, что... Чтобы они не уходили в фед-центр в таком размере, оставались бы больше в регионах. И стимулировали... Ну, безусловно, доля регионального сегмента, допустим, да, в налоговых отчислениях, конечно, хотелось бы, чтобы она была бы несколько выше. А по какому налогу? Какой стимулировал у вас развиваться? Я здесь не могу сказать, потому что я здесь не налоговый орган. А мы продолжим разговор, работаем во втором часе, потому что сейчас наше время подошло к концу. Первый час разворота на бизнес завершен. Благодарим Анатолия Домнина и Сергея Филимонова. Эктор Селин и Юрий Терешков с нами остаются на второй час. Разворот продолжится. Сейчас новости тематические программы, реклама. Да спасибо, что вы так издалека приехали к нам. Спасибо.